Всем привет! Меня зовут Игорь Сирин, и если вы пришли на мой канал за переводом «Бледного огня», поэмы в четырех песнях из одноименного романа Владимира Набокова, то это ровно то видео, которого вы так давно ждали. Напомню, что прошло уже больше месяца, два месяца, если точно, с того момента, как я опубликовал на ютубе видео, в котором читаю свой собственный перевод 999-строчной поэмы «Бледный огонь», написанной от лица известного, хотя и вымышленного поэта Джона Фрэнсиса Шейда, что, впрочем, нисколько не умаляет достоинств поэта и его замечательной поэмы. Тогда же, два месяца назад, я пообещал, что в ближайшем обозримом будущем выложу в открытый доступ текст своего перевода и также подготовлю электронную книгу, которую сделаю сам вот этими вот руками, которых вы сейчас не видите. И, что ж, этот день таки настал. Кстати, если вы смотрите это видео в день его публикации, то вы, наверное, можете заметить, что дата выхода книги была выбрана отнюдь не случайно. 22 апреля – это день, в который появился на свет Владимир Ильич Ленин. Тот самый Владимир Ильич Ленин, которого Владимир Владимирович Набоков, тоже родившийся 22 апреля 1899-го, правда, а не 1870-го года, истребил в одном из своих рассказов смехом. Да, как вы поняли, сегодня день рождения Набокова, с чем я и поздравляю всех набоколюбов, набоковедов и неравнодушных к творчеству писателя. Мой подарок вам – это мой перевод поэмы и, разумеется, книга, но обо всем по порядку. Итак, перевод поэмы я выложил в открытый доступ на платформе Телеграф, где любой желающий может ознакомиться с ним прямо сейчас. Ссылку на страницу, точнее говоря, две страницы, потому что на одну все не поместилось, вы найдете в описании к этому видео. Читайте, изучайте, перечитывайте, наслаждайтесь, критикуйте, ругайте, хвалите, распространяйте ссылки в ваших соцсетях. Я буду очень признателен вам за любую активность. Теперь, что касается книги. Книгу, как я уже сказал, я сделал своими собственными руками, поскольку редактура, верстка и художественное оформление книг в целом – это, пожалуй, мое второе главное увлечение после, разумеется, литературы. Я постарался сделать оформление этой книги особенным, авторским, так сказать, и вложил туда не просто свои тексты, то есть переводы в данном конкретном случае, а, не побоюсь этого слова, какую-то крохотную частичку своей влюбленной в творчество Набокова души. Я очень надеюсь, что вам понравится то, что я сделал. И, собственно, вы можете спросить, Игорь, где же мы можем приобрести эту замечательную книгу, которую мы так хотим читать и перечитывать? Потому что в книге ведь есть еще три очень интересных приложения, а именно – стихи Шейда, перевод всех реально существующих стихов вымышленного поэта, которые приводятся в книге «Бледный огонь» в комментарии Кинбата. И еще два полностью эксклюзивных приложения. Эти тексты нигде не опубликованы и доступны только в книге. Во-первых, это так называемые «отвергнутые» варианты, еще около 70 строк, не вошедших в поэму, которые тоже приводит Кинбат в комментарии. И, во-вторых, подстрочный перевод поэмы, над которым я работал все эти два месяца и который получился очень точным и скрупулезным, гораздо более точным и скрупулезным, нежели подстрочник Веры Набоковой. Потому что я постарался сделать такой подстрочник, который может быть интересен в первую очередь исследователю Набоковского творчества и внимательному пытливому читателю. Так вот, я отвечу вам на ваш вопрос, что книгу эту вы можете приобрести уже сегодня на ресурсе Patreon. Я долго думал, как мне лучше всего это все дело провернуть и додумался вот до Patreon. Мне кажется, что это самый такой оптимальный и, главное, простой вариант для всех нас. Для меня, как для автора и, соответственно, переводчика Набокова, и для вас, как для читателей и ценителей его творчества. Таким образом, вы не только сможете приобрести уникальный продукт интеллектуального труда, коим является предлагаемая книга, но и поддержать меня и мой проект. Он называется Набоковский проект финансово. Поскольку, как вы понимаете, я занимаюсь этими переводами исключительно по своей собственной инициативе. Просто потому, что я ценю, и мне дорог Набоков и его творчество. И мне хочется внести свой посильный вклад в ту область, в которой я чувствую, что могу сделать что-то стоящее, что-то настоящее. В самую непростую область, эту камеру-обскуру Набоковского наследия, в переводы его английских стихов. Перейдя по ссылке в описании на ресурс Patreon, вы обнаружите несколько уровней поддержки. Первый минимальный уровень, я назвал его «Проходная пешка», все Набоколюбы должны оценить, это посильная поддержка Набоковского проекта. За один доллар в месяц вы получаете доступ ко всем текстам в рамках проекта, включая, разумеется, текстовую версию книги «Бледный огонь» поэма в четырех песнях, без внимания художественного оформления, но со всеми тремя приложениями. Стихи Шейда, отвергнутые варианты и подстрочник поэмы. Это идеальный вариант для тех, кого интересуют только тексты. Второй, оптимальный уровень поддержки, Найтс Тур, конный или рыцарский тур, меня поймут шахматисты и почитатели творчества Себастьяна Найта. Собственно, всего за два доллара открывает вам доступ к электронной версии книги «Бледный огонь» поэма в четырех песнях, к оригинал-макету книги в формате PDF, который хоть сию минуту можно отправлять в печать, добыли бы средства. И к некоторым другим интересным плюшкам вы также получите доступ ко всем обновлениям книги, патчем, так сказать. Если когда-нибудь я внесу в нее какие-то правки, вы об этом узнаете и сможете скачать обновленную версию. Вы также автоматически получаете доступ ко всем грядущим книгам в рамках Набоковского проекта, а они, поверьте, будут. И даже гораздо раньше, чем вы думаете, о чем я скажу в конце этого видео. И более того, абсолютно бесплатно, в нагрузку, так сказать, к «Бледному огню», вы получите в подарок от меня лично мой собственный сборник стихов, который называется «Стихи не для людей». Интригующее название, неправда ли? Ну и для тех, кто хочет получить ранний доступ к тем видеоматериалам, которые я выкладываю на своем канале, относящимся к моему Набоковскому проекту, но и не только к нему, для вас есть продвинутый уровень поддержки «Солюс Рекс». За три символических доллара в месяц вы первыми будете узнавать, снова-таки не побоюсь этого слова, уникальную информацию, которую нельзя найти нигде больше, кроме как в моей собственной голове, откуда я ее и извлекаю. Собственно говоря, уже сейчас подписчикам этого уровня доступно первое видео из нового цикла, связанного с переводом Льюиса Кэрролла. И это также является частью Набоковского проекта. Если вы заинтригованы, то подписывайтесь на Patreon, потому что само видео будет в открытом доступе только через неделю. Да, и есть еще четвертый, запредельный уровень поддержки, который называется «Ультиматули». Это для тех, кто хочет оказать более ощутимую помощь проекту и получить доступ к секретным знаниям, разного рода эксклюзивным материалам, например, черновикам перевода поэмы, или отрывкам из новых переводов Набокова, над которыми я работаю, работал или буду работать. Если, может быть, вы хотите узнать историю создания перевода, она, поверьте, довольно драматична, если вам любопытно, кто и как меня на него надоумил, слэш вдохновил, или какие-то интимные подробности из личной жизни переводчика Бледного огня, тогда за 5 солидных долларов в месяц этот уровень поддержки для вас. Я также напомню, что текст перевода поэмы выложен в свободный доступ, и если вас интересует только он, то вы можете с ним ознакомиться абсолютно бесплатно на платформе Телеграф по ссылке в описании. Или вот такой лайфхак. Вы можете заплатить 2 доллара, скачать книгу и отписаться от меня, если вас интересует только книга. Я в любом случае буду вам признателен. Я бы, конечно, не отписывался на вашем месте, потому что я запускаю следующий проект, связанный с Набоковым и Льюисом Кэрролом, как я уже сказал. Думаю, вы уже догадались, что это такое. И, собственно, будет много нового интересного контента впереди, включая и новую книгу. Уф, кажется, я все сказал. Такой вот у нас получился финал проекта Бледный огонь и одновременно старт следующего проекта. Еще раз, на Патреоне, по ссылке в описании, вы уже можете посмотреть первое видео из нового цикла. Это перевод первой главы сказки Льюиса Кэррола, известной как Алиса в Зазеркале. Так называемое Лисов, так называемом Зазеркале. Почему так называемое? Я рассказываю во вступительном слове переводчика и о том, как это все связано с Набоковым. Либо сейчас на Патреоне, либо через неделю на моем YouTube-канале. Так что я призываю вас подписаться и на мой YouTube-канал, если вы еще не подписаны. Лайк, подписка, колокольчик, комментарий. Это все понятно. Но сегодня я особенно хочу попросить вас помочь распространить это видео или ссылки на мой перевод и страницу на Патреоне в своих соцсетях, чтобы привлечь к этому проекту как можно больше умных, светлых, проницательных читателей и почитателей Набокова. В заключение хочу сказать, что работа над переводом «Бледного огня», невзирая, хотя как это «невзирая»? Именно что взирая на то жуткое, но исторически очень значимое время, в котором, как оказалось, мы живем, доставило мне такое невероятное удовольствие, такой силы и света удовольствия, которого я никогда еще не испытывал в своей жизни. От литературного, разумеется, труда. Много мучений и мигрений, конечно, тоже. Но те минуты озарений и вдохновений, которые подарил мне этот вечный бледный огонь, этот нерукотворный литературный памятник Шейду, мало с чем могут, да и скорее всего ни с чем вообще не могут, сравниться, по крайней мере, из тех земных удовольствий, которые доступны нам по всю сторону жизни. Я знаю, что мой перевод будет жить тенью в отраженных небесах и после меня, покуда, разумеется, не появится новый, более крупный, более почтенный, более умелый сиген и не треснет хорошенько молотком по моему оконному стеклу, чтобы создать из осколков свой собственный прозрачный витраж, на котором, наконец-то, в райской лазури будет изображен преображенно отраженный свиристель. Я тенью Шейда был, фальшивых нот старался избегать, да только вот что перевод, тень тени, тень огня. Один вопрос преследует меня, как честных переводчиков мигрень, огонь ведь не отбрасывает тень. Субтитры создавал DimaTorzok